Встречать Новый год в кругу семьи уже и счастье, уверяет нас рассудительный Серёжа Василенко из Новонекольска. Первое стоит у нас ёлка, второе стоит у нас под ёлкой подарки, третье – это стол накрыт. Неизлечимый недуг, который приковал его к постели, не помешает главному. Быть дома рядом с родителями и братьями и под бой курантов загадать желание. Не для себя, говорит мальчик, а для тех, кто не остался равнодушным к его беде. Я всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья и здоровья. Слабость мышц, ломкость косточек – так проявляет себя миодистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание лишило Серёжу возможности ходить в пять лет. Однажды любознательный малыш упал и сломал бедро, с тех пор не встаёт, ноги не слушаются, мышцы продолжают деформироваться. В этом диагнозе проблемы, что только в четыре года могут выявить его. 11-летнего беспомощного сына может переносить на руках только отец. А когда его нет дома, беда, признаётся хрупкая мама. Но на их просьбу о помощи сразу откликнулись неравнодушные люди. После репортажа в программе «Вести» Приморья полетели спасительные СМС со словом «Дети». Начали поступать средства на сайт Росфонда, чтобы собрать их на ортопедическую кровать и подъёмник для ребёнка. Каждое поступление денег я плакала. Настолько благодарила в душе людей, что всё-таки такие люди отзывчивые не прошли мимо чужого горя. И хочу пожелать всем-всем, в том числе и благотворительному фонду, в первую очередь, то, что отозвались на наше, сразу молниеносно, можно сказать. Хочу поблагодарить и детский сад Серёжи. Вообще не могу. Половину суммы, потраченной на специализированную кровать, семье Василенко должны вернуть. Компенсацию им пообещали соцслужбы. Эти средства – более 100 тысяч рублей. Благодарные родители намерены тоже перечислить Росфонду, чтобы ещё кому-то в Приморье пришла помощь. К Новому году готовятся и в школе-интернате для слабослышащих детей. Девчонки и мальчишки сочиняют послания Деду Морозу. Маленькая зоозащитница Софья мечтает о пушистом друге и, желательно, говорящем. Она, как любой ребёнок, с ограниченными возможностями слуха радуется любым звуком, который может услышать. Когда в семье появляется ребёнок, требующий дополнительной заботы, мужчины не все готовы к этому. Как правило, остаются мамы наедине со своей бедой, со своей болью. И вы бы видели и глаза, и их реакцию, когда в центре слуха мы начинаем примерять ребёнку этот уникальный аппарат, который был подарен, я считаю, большим количеством людей. Не все родные могут осилить покупку дорогостоящего слухового аппарата, в котором нуждаются особенные дети. Обрести мир полный звуков им помогают наши телезрители. Те, кто откликнулись на благотворительные акции ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом, на средства, собранные неравнодушными приморцами, в этом году пять воспитанников, получили высокотехнологичные системы, с которыми их жизнь совершенно изменилась. Раньше было слышать плохо, а сейчас так лучше, сейчас так лучше, хорошо слышу. Будущий артист Денис Ивасюк на сцене делает свои первые шаги. Учится исполнению при помощи жестов, но когда-нибудь обещает спеть по-настоящему. Осваивать речь ему помогают мощные аппараты, средства, на которые прислали неравнодушные телезрители. Стоимость одной современной слуховой системы – 168 тысяч рублей. А вот Таня Глушенко мечтает поступить в художественный колледж. В своей школе она уже завоевала признание как начинающий портретист и мастер живописи. Но чтобы продолжить образование, ей требуется протезирование высокотехнологичными слуховыми приборами. Из родных у нее только мама, которая в сфере снабжения зарабатывает 23 тысячи рублей в месяц. Поэтому и обратилась в РУСФОНД за помощью. Дорогостоящие аппараты для дочери ей не по силам. Мне нужно только в аппарат, чтобы общаться. Помочь Тане мы можем все вместе, отправив одно или несколько СМС-сообщений со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость их 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте РУСФОНДА. Тем временем герои нашего сюжета продолжают добрую новогоднюю традицию. Подарки они мастерят своими руками для одиноких людей из Седанкинского дома ветеранов. Девиз «Твори добро, и оно обязательно к тебе вернется» здесь знают не понаслышке. С Новым годом! Елена Штылина, Александр Астафьев, Николай Журавлев. Вести. Приморье.